Пару месяцев назад Opel пообещал расширить российскую гамму компактной моделью Crossland. А теперь это наконец случилось. Правда, из-за европейского происхождения новинка оказалась весьма дорогой. От 1 миллиона 700 тысяч рублей. В базовую версию включены 6 подушек безопасности, система стабилизации, простенькая медиасистема, задний парктроник, обычный кондиционер, плюс датчик света и круиз-контроль. Колеса 16-дюймовые стальные. Единственный силовой агрегат – бензиновая турбо-тройка отдачи 110 сил, с которой состыкован шестидиапазонный автомат. Привод строго передний, так как французская платформа банально не имеет версии 4х4. Важное уточнение – к нам приехал обновленный вариант Crossland. Его отличает новомодный визор, то бишь оформление передка, стилизованное под рыцарский шлем. Вдобавок к модернизации подверглись подвеска и рулевое. Правда, с такими ценами новый кроссовер от Opel будет нишевым продуктом, поскольку не сможет навязать конкуренцию своим локализованным соперникам. А значит, ему предстоит выйти против чистокровных иномарок, вроде Suzuki Vitara и Peugeot 2008. Следующие новинки – повторно обновленному Mercedes CLS – только лишь предстоит выйти на российский рынок. Мы не случайно употребили слово «повторно», так как прошлым летом четырехдверная купе заполучила новую бортовую электронику. Сейчас модели пришло время примерить новые бамперы и решетку радиатора. Притом последняя причудливо составлена из крохотных трех лучевых звездочек. Модернизация салона вообще свелась просто к установке нового руля. Пожалуй, единственная техническая новинка – серьезно переработанный четырехцилиндровый турбодизель для модификации CLS 300D. А поскольку последняя стала мощнее, в отставку решено отправить шестигоршковый 350D. Также немцы поспешили похвастаться свежей итерацией 48-вольтовой гибридной системы EQ Boost. Ее электромотор теперь интегрирован внутрь девятиступенчатого автомата. Считается, что такая компоновка проще и надежнее прежней. В Россию рестайлинговый CLS придет без каких-либо задержек – в июле этого года. Но главный рынок – это Китай, где стильные седаны расхватывают будто маски во время пандемии, тогда как наша публика больше ценит старорежимный S-класс.